Всем бонжур, простите за видео. Вот покупаете вы свои продукты, да, и живете спокойной жизнью. Но вы не в курсе, что за ваше спокойствие ведется скрытая битва, в которой безымянные герои отстаивают ваши интересы за качество этих продуктов, оставляя отзывы. С последнего ролика эти отзывы успели настояться, пропитаться людскими печалями, негодованием и даже восторгом. Перейдем к отзывам людей на дар коровы. Ответьте мне, какая должна быть реакция на подозрительный запах вашего молока? Вот уже не первый раз покупаю это молоко, а оно горькое и пахнет навозом. Правильно, покупать и пить дальше. Я его все покупаю, все пробую, оно все пахнет навозом и горчит. Не изменяет принципам. По какой-то причине люди стали тестировать молоко на близких и отрицать факт личного употребления данного продукта. Нормальное молоко, муж так говорит, он его пьет. Не для себя берете, для мужа, вы его даже в руках не держали, да. Хорошее молоко, кот пьет. Тоже хороший вариант, и кота не жалко. Только про вкус навоза он вас не предупредит. Тут кто-то даже подошел к этому молоку со стороны науки. Берем для теста, не для питья. Только непонятно, какой тест имеется в виду. Тест на психологический возраст. Это действительно молоко. Кто вам заплатил за это вранье? Вполне приличное молоко. Главное, я могу пить это молоко без последствий. Да уж, прошли те времена, когда за выпитый пакет молока вам ломали ноги. Пейте без последствий. Молоко как молоко, не знаю, как комментировать. Не знаешь, молчи. Мы такое не едим, конечно. Мы же не животные. Подумайте, работягам, покупающим такое молоко для себя, приятно слышать насмешки всяких богачей. Как только появились молочные продукты этой фирмы, попробовав, их отдала предпочтение этой фирме. И с тех пор не изменяю своему выбору. Как обычно, молочные боты думают, что их никто не заметит. Некоторых покупателей не то, чтобы сильно заботят вкусовые качества молока. Ведь как можно наслаждаться напитком, когда тебя обокрали? Молоко как молоко. Звезду снял за отпитый кем-то 50 грамм от литра. Кто же этот загадочный кем-то? И это не единичный случай. 50 грамм с каждого пакета вкусного молока слегка украли. Ладно бы не вкусного, а тут вкусного. На конце малышного конвейера кто-то по 50 грамм бахает за окончание смены. Бахнуть-то надо, а под рукой только молоко. Достоинство. Бабуля хорошо готовит. Ну кто бы отказался при любом удобном случае похвалить стряпню своих бабулей. Пока в отзывах под молоком люди занимаются важными открытиями, делают тесты и пытаются дойти до истины. В отзывах под гречкой люди устроили сумасшедший дом. Еще не пробовали, но думаю, что все отлично. Очень любим гречку. 5 звезд. Еще не использовала 1 звезда. Это я называю битвой экстрасенсов. Ставить звезды по наитию. Оценивать вкус гречки на уровне астрального биополя, а не ртом по-плевейски. Гречка чистая, мусора нет, но вкус отвратительный. Надо очень себя не любить. И это последнее, что захочется кушать. Видимо так и должно быть. Любовь к себе и гречка это взаимосвязанные понятия. Хотя бы кто-то подает пример, как находить маленькие радости в жизни. Меня впечатлила эта гречка. Вызвала восторг во мне. Я ощутил настоящее блаженство. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в создании этой гречи. Иногда мне кажется, что добрая часть людей в отзывах это посетители психдиспансеры. Почему на картинке указано 8 пакетиков? 5 звезд. Роман посадил зерна сомнений. Но Мария быстро решила их перебить. 5 пакетиков, как и указано в описании. Странно, что другие в описании нашли 8 пакетиков. 5 звезд. В упаковке 5 пакетиков. 1 звезда. Да господи ты боже мой. Странный отзыв от 28.08.2017. Раньше никогда не брал, но в последнее время. Так как либо никогда не брал, либо брал всегда, но в последнее время. Ирина пытается вычислить гречневых позеров. Я согласна с мнением от 10.08.2017. Отличная чистая гречка. Рекомендую. Ирина, это не форум. Здесь надо не соглашаться с чужим мнением, а писать свое с нуля. Чем менее съедобными становятся товары, тем градус абсурда становится больше. Люди, видимо, просто не имеют ясного представления о том, как оценивать товар, который не жуется. Вот что люди скажут про салфетки? Хорошая упаковка. Удобно пользоваться. Салфетки тоже нормальные. Человеку упаковка понравилась больше, чем салфетки. Он будто бы даже не супер доволен, что их в упаковку положили. Обычные салфетки. Не космический аппарат, а салфетки можно брать. У человека, видимо, был неудачный опыт, когда он перепутал эти два до более похожих предметов. Следом идет другой, очень сложный в эксплуатации инструмент. Не космический аппарат. Ватные палочки. Достоинства. Чистят хорошо. Хватает надолго. Недостатки. Иногда голова болит. Надо аккуратненько чистить. Четыре звезды. Вы, конечно, извините, но ватные палочки надо вытаскивать, а не вставлять их во все отверстия до упора, пока голова болеть не начнет. Достоинства. Удобные и мягкие. Недостатки. Твердые и гнутся. Уши чистить можно. На первый взгляд все вроде бы в порядке, но я уверяю вас, вот он, думающий человек. В том числе создатель культовых отзывов на варенье, достоинства сладкое, недостатки соленое. И мороженое. Достоинства холодные, недостатки горячие. Достоинства. Нормально прочищают уши. Не мои, но чищу уши ими. Настолько понравились Даниилу палочки, несмотря на то, что он их за кем-то донашивает. Достоинства. Бюджетные ватные палочки. Недостатки? Нет. Хэштег ватные палочки. Мне кажется, Нелли надо немножко отдохнуть от социальных сетей. Хэштеги в отзывах на ватные палочки, это, конечно, сильно. Очень удобно этими палочками доставать из детских носиков козявки. Лучше и в этом деле. Эм, кхм. Я так понимаю, из носиков рандомных детей где-то на улице. Из всех разделов, в которых я побывал, раздел спичек оказался самым депрессивным, что ли. Лучшего мы не знаем. Если этот отзыв не нагоняет на вас тоску и безысходность, то вы бездушный человек, который знает, где купить зажигалку. Пользуюсь по привычке. Людмила, я вас понимаю. Мы встаем по утрам по привычке. По привычке целуем детей. По привычке едем на работу. По привычке наполняем ванну. По привычке берем с собой включенный фен. Обычные спички, не сырые. Спасибо. Лариса. К этому, видимо, и готовила нас бренд каждый день. Каждый день запросы все ниже и ниже. Спасибо за сухие спички. И молоко с запахом навоза, а не со вкусом. Самые обыкновенные спички. Зажигаются и горят. Ничего сверхъестественного. Уже и чудеса огня сами по себе не радуют. Прометей старался ради нас, а зря. Не переживайте, есть все-таки частичка тепла среди этой спичечной депрессии. Олдскул. Все работает без нареканий. Не пересчитывала. Олдскул, да. Дерево, огонь. Уга-буга. У меня для вас есть загадка. Почти то же самое, что спички, но невероятно плохие, толстые и тупые. Для зубов не подходят. Это, похоже, Мария перепутала зубочистки с черенком от лопаты. По сравнению с разными ресторанами, очень плотные зубочистки, прям качественные на ощупь. Такие после использования и помыть можно, чтобы использовать не раз. Да и куда-то не по прямому назначению пойдут. Боюсь встретить Евгению в отделе туалетной бумаги. Нормальные, только воняют. Тут уж смотря что ими чистить. Достоинства. Из него хорошо делать поделки и играть в дартс. Недостатки. Вонючие и никакого вкуса. Да не очень как-то. Ставлю 10 из-за положительного. Положительного чего? Тесты на шизофрении вонючие, никакого вкуса. В дартс он ими играет. У меня для вас есть небольшой подарок. Ваша любимая наждачная бумага туалетная. Вполне приемлемо не только в туалете. Очень, даже слишком мягкая. Вспомните этот отзыв, когда в следующий раз решите, что достигли пика комфортной жизни. Бумага неплохая, но дырку делать замучаешься. Страшно представить, каким способом вы там себе чистите. Если вы хоть раз попробуете эту бумагу, вы забудете о всяких лотосах и как они там называются, с запахом для наилучшего эффекта. И гигиены используйте биды. Да, о лотосах вы забудете, но зато будете вспоминать о том, как остановить кровотечение. Давно пора перейти на бюджетную бумагу. Спасибо. Вот так и ломаются люди. Прекрасная и, главное, экологически не опасная ни в вашей попе, ни природе. Бумага в быту очень выручает. Попу мою, видимо, внесли в красную книгу. Экологически обезопасили, так сказать. Если вы еще тут, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а то нафига вы тут еще и не сделали этого еще? Че, совсем шо? Вы даже не представляете, насколько сложно пропускать через себя тонны этих комментариев. Для этого нужно иметь настоящие яйца. Я сказал, яйца. Обычные яйца, ничего особенного, три звезды. А какие же яйца будут удостойны пяти звезд, которые тебе на руку прямо из курицы выпадут? Еще тепленькие. Какие же отзывы на яйца без актуальной экономической аналитики с примесью конспирологии? Цена за дюжину обычных куриных яиц в США от 0,7 до 1,5 баксов. Товарищ в ноябре прошлого года был в командировке в Денвере. Специально его спросил, будучи возмущен лживым отзывом Сергея. А теперь сравним зарплаты в США и России. Да и про чудовищное падение курса рубля не забываем. И даже при цене 5,99 за яйцо это самая низкая цена в моем городе. Надеюсь политика КБ и дальше будет повернута лицом к покупателю. Это было лишь ответной реакцией на того самого Сергея. В отзывах какой-то чудак лжет процент яиц в СШП. Итак, сравним. Дюжина яиц 3,78 долларов. Источник приведу в конце отзыва. Доллар США в рублях на сегодня. 3,78 доллар США. USD. Равняется 252,95 российский рубль. Руб. 2,52,95 разделить на 12 равно 21,07,9,1,6,6,6,6,6,7 рубль за одно яйцо. 21,21 рубль за яйцо. В КБ 6,6 рублей за яйцо. Учи математику и не лги, сынок. Зато потом можно всем рассказывать, что твои работы по экономике опубликованы на популярных онлайн ресурсах. Прошлый комментатор немного пересолил с расчетами. Вам не кажется? Решил насыпать соли оппоненту на рам. Встретил его хлебом, солью, так сказать. Пояснил ему, в чем соль. Короче, вы поняли. Соль. Отличный товар. Постоянно пользуюсь. Очень довольна. Удобно. Можно в солонку насыпать. Можно в баночку для хранения. А в еду пробовали? А то по описанию соли, то у вас многофункциональный предмет интерьера. Вкус неизменен на протяжении тысячелетий. Кто-то очень ответственно подошел к составлению мнения о соли. Настолько, что решил жить тысячелет и время от времени пробовать соль на вкус. Не изменился ли вдруг? Хорошая соль. Едим каждый день. И дети едят. Вы органам опеки скажите, что детей кормите солью. Посмотрим на их реакцию. Текстура, она это если то, что я купила, не мелкая. В упаковке не видно ее фракцию. По описанию фракция похожа на орду. Рпоимрот. Кому-то попалась не пищевая соль, а немного другая. В прошлых видео я незаслуженно обделял вниманием продукты, которые хотя бы чуть-чуть сложнее яйца. Думал, что более сложные составы означают более объективные отзывы. Но даже там некоторые люди просто хотят быть услышанными. Иногда хочется отравиться. Если вы испытываете такие наклонности при виде заварной лапши, обратитесь в службу психологической помощи. Люди тут делятся на два лагеря. Хорошая отравка иногда организм требует. Те, кто принимают свои наклонности и... Это атака для разнообразия. Те, кто еще не может честно себе признаться. Доширак в доме просто должен быть. Это обеспечивает комфорт при внезапном наступлении ночного дожора. Порой эта зона комфорта включает в себя риски. Недостатки. Опасно для здоровья. Мутило так, что капец. Как мы видим, тем не менее, здоровье человек оценил в одну звезду. Как-никак вкусно-то все-таки на все четыре. Просто шедевральное блюдо. Легендарный вкус. Всем советую, хотя кто ее не пробовал. Звучит скорее грустно. Если для человека это шедевр вкуса, то бутер с колбасой вгонят его в ком. Прекрасный экстренный способ войти в боеготовность. Так сказать, привести в боевую готовность свой гастрит. Некоторые ценят постоянство превыше наслаждения. Как всегда, не очень вкусно, но и не отвратительно. Марина. Одна звезда. Ок. По каким критериям живет Мария? Раз одна звезда, для нее это все еще ок. Скоро Новый год, поэтому куда же без рыжего представителя этого праздника. Смелые. Сочные. Легко чистить. Смелость мандарина оценивается потому, кричит ли он во время чистки. Сладкий, спокойный вкус, без лишней кислоты, нотки лимона. Вот человек растрачивает талант сомелье на мандаринах. По вкусу лимон. Скажи спасибо, что не огурец. Привычный, постоянный вкус. Никаких неожиданных подвохов. Надежно вкусные. А то знаете, бывают мандарины с подвохом. Настоящие. Без коварства и двулища. Мандарины как я люблю. Вкус кисло-сладкий. Настоящие мандарины. Сразу можно готовить оду мандарину. О мандарин, о новый урожай. О вкус прекрасный и оценку 10 дам. Если он покупает мясо, тоже ему оду готовят. О плоти кусок. О мясная жатва. О вкус прекрасный умершленного тела. И оценку дам 10. Когда я искал материалы для ролика, порой мне хотелось плакать. Это от того, что я забывал закрыть вкладку с отзывами на лук. Добила очищенный от шелухи. Такой лук не будет храниться. Он либо уже начал подгнивать, либо с него специально сняли шелуху, чтобы продать ее отдельно для краски яиц. А дальше что? Из картошки начнут вырезать глазки и продавать офтальмологу. Кто-то решил описать свой неудачный брак в отзывах на лук. Снаружи вроде ок, а внутри с гнильцой. И пахнет старыми носками. Хороший, свежий лук. Невялый, но очень дерзкий. Обычно какой? Помятый, вялый и пассивно-агрессивный. Погодите сказать, я лук? Хочу проверить, что вообще можно написать в отзывах про такую вещь, как чеснок. В отличие от лука, у него даже слоев нет. Быстро запах пропадает. Плохой вариант для тех, кто любит подышать на людей в общественном транспорте. Спасибо, что предупредили. Несмотря на то, что чеснок обычно не принято смаковать и выискивать в нем какие-то особые качества, людей это не останавливает. Для некоторых чеснок как дорогое вино. Непонятно, какого урожая. И хотелось бы видеть страну производителя. Думаю, импортный. Сейчас осенью лучше покупать молодой чеснок. Покупкой недовольно. Две звезды. Чеснок урожая 1973 года. Импортный из французской провинции Бургундия-Франш-Конте. Еще хотелось бы уточнить имена и адреса всех, кто выращивал и упаковывал данный чеснок. С номерами телефонов, группой крови и выписками по банковскому счету. Мой организм не помойка, знаете ли. Покупаю этот чеснок, потому что другого нет. Человек понимает, что выбор это всего лишь иллюзия. Чеснок он один. Чеснок он и есть чеснок. Зачем что-то расписывать? А это мой рабочий день окончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, берегите попу. Ваши отзывы на продукт Сибирский оставляйте в комментариях. Продолжение следует.